Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня наше волейбольное обозрение с вами с Республиканской Спартакеады, которая проходит в нашем родном и любимом Мозыре. Республиканская Спартакеада среди юношей и девушек по пляжному волейболу прошла в Мозыре не случайно. Отличный стадион грибной базы Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, традиции этого вида спорта и радушное гостеприимство организаторов, в роли которых выступал из дюшер Мозырского нефтепрабатывающего завода «Жемчужная Полесья». В плане организации у нас спортивные наши корты, которые соответствуют всем стандартам, и люди, которые сегодня впервые приехали с разных регионов республики, они не то что поражены, они очень удивлены. Ну и кое-кто поражен, в том плане, что есть такие площадки. Ну конечно, площадки это училище Олимпийского резерва. Очень правильно и хорошо, что в то время, когда грибная база устроилась, все-таки проект в план унесли эти площадки, которые дают возможность проводить соревнования такого уровня. Пляжный волейбол в «Жемчужной Полесье» развивается, наряду с волейболом классическим. Классике, конечно, отдается предпочтение, но и волейбол пляжный занимает свое достойное место в спортивной школе Мозырского МПЗ. Конечно, классический пляжный волейбол, они отличаются друг от друга. И здесь даже по пляжному волейболе более определяется уровень девочек, как они мыслят, как они, ну конечно, уровень мастерства. Поэтому тут даже немножко требования к пляжному волейболу повыше, чем к классическому, да. Игры предварительной стадии были интересными, напряженными и массовыми, ведь все пары вначале вышли на старт спартакиады. На правах хозяев наша команда сборной Гомельской области, которая на данном турнире была представлена целиком и полностью с дюшер «Жемчужной Полесье», кроме двух зачетных пар, представила и два дуэта, чей результат не шел в общий зачет спартакиады. Это Маргарита Захаренко, Екатерина Деева и Илья Севчук, Дарья Бурак. Обе эти пары сыграли в меру своих возможностей и получили как опыт игры в пляжный волейбол, так и отличный тренинг. Ну а результаты. На них были населены два зачетных дуэта, которые заняли первое-второе место на перенесе Гомельской области. Елизавета Алисейко, Диана Васьковская и Александра Чуб, Анна Крабинович. Обе пары в первые дни отборочной стадии выполнили свою задачу. Отобравшись полуфинал и заключительный, финальный день спартакиады начался именно с этих матчей, одной и второй финала. Отметим зрительский интерес к этому турниру. Впрочем, в Мозыре на волейбольных матчах иначе и не бывает. Среди зрителей привычные нам лица полейских волейбольных гурманов, а также игроков. Например, Дарья Аврамчик, которая отлично знакома с пляжным волейболом, Даша участвовала дважды в юниорском чемпионате Европы. Посему она, зритель, не просто заинтересованный, а еще и компетентный. Да, я получаю огромное удовольствие глядя на игры «Маленьких жемчужинок». Они очень стараются. Я сразу вспоминаю, как я играла, как начинала играть в пляжный волейбол. И мне очень интересно приходить и поддерживать наших девчонок. Пляжный волейбол прекрасен не только своей спортивной составляющей, скажем так, но и особой атмосферой, присущей только этому очень увлекательному, захватывающему виду спорта. Пляжный волейбол, как и любой вид спорта, не присказуем. Я считаю даже хорошо, что девчонки за первое место будут бороться, и за третье. Будем их только поддерживать. Так случилось, что оба полуфинала включали в себя матчи Мозырской команды, которая выступала под флагом сборной Гомельской области, и волейболиста Гродненской области. В одном случае гости оказались сильнее нашего юного дуэта Александра Чуб, Анна Карабинович. Вообще, сей матч нельзя назвать лучшим в карьере Саши и Ани, которые не смогли нащупать как игру, так и взаимопонимание. А вот их соперницы Анна Пиховская и Яна Теляк напротив являли собой образец взаимопонимания и удачи. Словом, Гродненченко победили, а наша пара отправилась оспарива третье место, где соперником должен был выступить дуэт, проигравший другой полуфинал. Там еще один гродненский дуэт Ульяна Абрамович и Лариса Черняк соперничал с нашей ведущей парой, Елизавета Алисейко и Диана Васьковская. Борьбу гости к их чести навязали, выиграли одну из партий, но все же в итоге в финал прошли наши жимчужинки, как мы и предполагали. И что приятно, в матче за третье место вновь мозырские волейболистки оказались сильнее гродненских волейболистов. И тоже судьбу встречи решал тайбрейк до 15 очков. Его, что стало приятной неожиданностью, наша пара, Александра Чуб, Анна Карабинович, выиграла довольно уверенно. По занаве сета счет был даже 14-1, но затем гродненчанки провели подряд несколько результативных атак, наверное, из последних сил. А после жемчужная Полесья заработала 15-е решающее, заключительное очко в этом матче, а вместе с ним и бронзовую медаль. В финальном матче для определения победителя хватило двух сетов. И к нашему большому сожалению в роли проигравших оказались Лиза Алисейко и Диана Васьковская, которые в этот день старались, боролись, но все же они могут играть ярче. Хотя и второе место достойное выступление, но все же золотые награды были вполне по плечу нашим жемчужинкам, однако только серебро. А золото оставили за собой представительницы гродненского волейбола Анна Пиховская и Яна Теляк, а также их экстравагантная наставница Чикотовская. Я боюсь вас разочаровать, но первая пара, которая заняла первое место, готовилась всего лишь пять тренировок. Мы 18-го заехали в лагерь, и у нас было вечернее, 19-го две, 20-го две и 21-го мы уже выехали. И поэтому на большой результат я не надеялась. Но девочки от игры к игре, от дня к дню улучшали и улучшали свои показатели. Единственное, за что я боялась, они чисто физически могли не выдержать. Тактически они готовы очень хорошо всегда. Это лучшая у меня пара именно по мозгам, по движениям, по владению техникой. И честно, первое место – это правильно распределенные тактические силы тренера и выполненная установка двух команд. Если бы вторая команда нам не помогла, этого бы результата не было. Мы на это надеялись, мы это сделали. Браво Алла Ивановна! Браво с дюшор имени Александра Николаевича Сапеги, воспитанницами которой является волейболистка Гродненской области. Браво Яна Теляк и Анна Пиховская! Мы надеялись, что она самая лучшая, и мы рады, что нас это получило. Заметим, что на турнире участвовали и юношеские команды. И что особенно приятно, перенство стало за дуэтом Гомельской области – Данил Зубов, Никита Коновалов, а также их тренером Андреем Олеговичем Карабаневым, директором Гомельской с дюшор «Энергия». Команда готовилась на учебно-тренировочных сборах в Гомеле. Естественно, команда готовилась и хотела победить, что и показало результат сегодняшнего дня. Очень интересная борьба произошла с командой Могилева. 2-1 выиграли. Я думаю, это все сказано о нашей победе. Ребята молодцы, я ими доволен. Видно, работа проведена была на хорошем уровне. Сами волейболисты представляли себя фаворитами. Быть может, они чувствовали, что они – сильнейшая пара «Спартаке» до самого начала турнира. И пляжный, и классический волейбол, кажется, нравится ребятам. Наверное, в свои 15 лет они еще не знают, в какой разновидности. Этой прекрасной игры им следует строить свою профессиональную карьеру. Но уже сейчас они кое-что знают об этой игре и могут рассуждать об особенностях того же пляжного волейбола. Да, конечно. Предпочтение я не отдаю никакому виду. Мне оба этих виды нравятся. Но в пляжном волейболе надо учитывать погодные условия еще и технику. Бронзовые медали среди юношей завоевали представители Минской области. Иван Делендик и Дмитрий Духновский. А вторыми стали могилевчане Илья Морозов и Евгений Котов, чей брат Арсений был самым юным участником спартакяды. По пляжному волейболу этот спортсмен только 2005 года рождения. И, кстати, занял Арсений Котов седьмое место, что, учитывая малость лет, весьма почетно. Ну, не совсем так страшно, конечно, было, но чуть-чуть присутствовал страх. Ну, очень понравилось играть со старшими. Опыт появился. Вне всяких сомнений, этот опыт поможет Арсению в дальнейшем добиваться самых значимых успехов и съепримительно к нашим волейболисткам с дешевшим Чужнополесья, которыми на этом турнире руководил Владимир Николаевич Коноплич, в бытный спортсменом Гребес на Каноэ, на тренерской стезе волейбольный наставник. В принципе, получилось много, к чему мы готовились. Немножко девчонки Лиза с Дианой, пара, перегорели. Они не показали своей игры в финальной игре, то, что мы готовились. Установку, в принципе, выполняли, но немножко не до конца, поэтому Гродно навязала им свою игру. Вторая пара, Саша с Аней, на характере подошли к игре за третье место, в принципе, и показали тоже очень достойную игру и показали характер. Кстати, у Дианы Васьковской в день финальной игры был день рождения, что было отмечено и на награждение. И вот совпадение. День рождения был и у мамы Лизы Алисейко. Наталья Владимировна словом, остаться без награды Лиза 24 июля никак не могла. Мы с Дианой сыграли довольно неплохо. Тренировочный процесс проходил тяжело, мы многому научились, но, к сожалению, в последней игре нам не удалось показать на 100% то, что мы умеем. Какой волейбол, классический или пляжный, ближе Лизе и планирует ли она в дальнейшем выступать на состязаниях по этому виду спорта с Дианой Васьковской? Пляжный волейбол – это один из разновидностей волейбола, поэтому мне нравится и тот, и другой, и выбрать пока что еще сложно. Сыграли мы в этом году первый раз на таких серьезных соревнованиях, в дальнейшем у нас получится больше. Добавим, что волейболисткой этой пары является воспитанница метринерского тандема – Владимир Коноплевич, Петр Пархимчик. А дойд, занявший третье место, – это подопечный Надежда Васильевна Рудаковская, которая сейчас вместе с еще одной воспитанницей Коноплевича Пархимчика Викторией Тычининой сражается в Болгарии на чемпионате Европы среди девушек за награды. Но об этом в нашей следующей передаче. Сейчас речь о пляжном волейболе и Александр Чуб, Санна Карабинович, за которых так переживали болельщики, особенно в матче за третье место. Безусловно, болельщики нам очень сильно помогали. Было приятно, что пришло так много людей. Мы на игре старались не обращать внимания, чтобы не сбиваться, но все равно слышали. Порой Аня и Саша спурили, иногда очень увлекались поисками правды в том или ином эпизоде, но в общем эта команда – яркая, самобытная мастеровита. Вдвоем в команде это несложно, просто начали проигрывать и зацикливались на этом, мы еще больше проигрывали. И за счет этого нам дало сил больше, чтобы забивать третье место. Своим мнением о выступлении воспитанниц Дюшор «Жемчужная Полесья» поделился тренер нашей главной профессиональной команды Сергей Алексеевич Рута, который в эти дни вместе с подопечными проводит тренировки, начиная с сезона 2017-2018. Наша команда работает продуктивно, то есть мы каждую неделю где-то две, где одна тренировочка, где тренажерка, где баскетбол, где футбол, потому что сейчас набираем немножко физическую форму. А что касается пляжного волейбола, всегда приятно видеть всех особенно судей, которых мы постоянно здесь всегда встречаем, видим и в республике в классическом волейболе, и в пляжном волейболе. И тем более очень мне понравилось, как сегодня наши девчонки выступили в пуске. Пускай даже они не заняли первые места, но там второе, третье место, наша спортивная школа, это очень даже почетно и очень приятно. В командном зачете призовые тройки следующие. У юношей Гомельская область, Могилевская область и Минская область. А среди девушек по сумме результата двух пар перенеслиграть ненчанки. Наши «Жемчужинки», представлявшие Гомельскую область, на втором месте. Третью позицию разделили волейболистки Минской и Минской области. У нас проходила на нашей земле Мозырской, так как я сам гомельчанин, спартакиада детской юношеской спортивной школы по пляжному волейболу. Возраст участников 2002-2003 и моложе. Участвовали и девочки, и юноши. И, соответственно, по мастерству, если им 15 лет, то, конечно, им еще расти и расти. Как оценивает Андрей Геннадьевич организацию турнира, за которую, напомню, отвечал из дюшер Мозырского нефтепрабатывающего завода «Жемчужно-Полесе». Организация у нас в Мозыре на нашем стадионе отличная. И клуб, и школа «Жемчужно-Полесе» сделали практически все, что могли, для того, чтобы все прошло. Даже заказали вот такую солнечную погоду. Андрей Геннадьевич с присущим ему юмором высоко оценил усилия организаторов. Что лестно. И поблагодарим весь судейский корпус, который во главе Скорпенко и главным секретарем Спартакеды Аркадием Иосифовичем Свияном в течение трех дней нес свою вахту. Ну и большая благодарность работникам грибной базы Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, на стадионе которой и проходил этот замечательный турнир Спартакеды Республики Беларусь по вляжному волейболу среди юношей и девушек в возрастной категории не старше 2002 год рождения. Ну что ж, дорогие друзья, старинные они наши завершились. Как видите, волейбольная площадка пуста, но полна. Копилка наград в дюшер в «Жемчужное полеся». Есть серебряные, есть бронзовые награды, есть отличная, можно сказать, золотая медаль у организаторов. Словом, пляжный волейбол живет, развивается. Надеемся, он будет это делать вместе с «Жемчужное полеся». А на сегодня это все. С вами был волейбольное обострение. Евгений Монархович, Вячеслав Пересыпкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин